Добро пожаловать на День открытых дверей! Сегодня наши коллеги-лингвисты, как и все студенты и преподаватели Института филологии и языковой коммуникации, приветствуют всех абитуриентов на День открытых дверей. Давайте прогуляемся по образовательному мегаполису Ифияк. Мы находимся на площадке печати и сети Ухмедия. Посмотрите, какие известные лица сюда пришли. Здесь и Познер, и Собчак, и Дудь. Ну а я пока пойду познакомлюсь лучше с газетным человечком. Площадка от направления журналистика, печатное направление. Здесь можно сделать несколько заданий. Например, угадать, кто на тебя смотрит, угадать известных журналистов, сверстать обложку своего издания, сфотографироваться с печатным человечком, пройти тест какой-то журналист и сделать заголовок по эмодзи, придумать заголовок по эмодзи. Интересно? Ну да. Что тебе здесь понравилось? Тут забавно, тут все общительные, просто интересно. Разнервничавшегося константиналиста нашли акклиматизированныйся в Константинополе. Вот такие вот легкие скороговорки дают абитуриентам на площадке ТВСКУ. А также вам нужно сделать интервью со своим другом и репаратюрский стендап. А это площадка отделения филологии. Здесь нужно пройти лингвистический лабиринт и сделать массу заданий. Например, расшифровать и перевести с ангарского диалекта стихотворения Корнаухова «Однажды зимуся». В шеле завезил, заревел лихоматом, но честь на печи все лежал и стывал. Что это такое? Можете объяснить? Да. Имеется в виду, что человек себе посадил занозу, заревел лихоматом. Это не значит, как и большинство людей здесь расшифровывать. Начал материться, да, здесь это все понятно. Нет, просто сильно закричал на честь на печи. Значит, прошло зимой не этой ночью, а прошло. Все лежал и стывал, то есть плакал. Вот что это значит на ангарском диалекте. Все, теперь понятно, спасибо. Здесь, как вы видите, представлены картинки, на которых изображены предметы быта, предметы промысла, да, хоть еще рыбацкого, ну, предметы материальной культуры. То есть ребята должны по картинкам, по сути, угадать, по крайней мере, для чего это используется. Ну, и очень здорово, если они угадают, как это называется. На площадке представлено несколько конкурсов. Первый, и это самое главное, это лингвистический лабиринт. Наши участники отвечают на вопросы, и по мере продвижения вопросы будут усложняться. Если человек отвечает неправильно, то он выбывает из игры. А это площадка лингвистов. Здесь нужно пройти лингвистический квиз. Мне попалась Япония. Итак, вопрос, сколько азбук в японском языке и как они называются? Ну что, как ты думаешь? Сколько азбук в японском языке? Ну, наверное, больше одного. В японском языке две азбуки, это хиракана и катакана. Дружба. Красота. Это любовь. Это радость. Это успех. Здесь проходит мастер-класс китайской каллиграфии. Давайте напишем ТВСФУ. Ну нет, это я точно не повторю. Но точку поставить смогу. Нет, Паша. Хаинский. Продолжение следует...